Стремительность, скорость движения и новых высот достижения. Знакомьтесь, команда Чкаловские стрижи проекта «Активное долголетие». Этим утром группа активных и спортивных дам делает зарядку на берегу озера. Я занимаюсь уже 9 лет, и это бодрит и зимой, и летом на свежем воздухе. Вот, и сейчас вот мы вышли на озеро, которое сделали очень красивое. Очень рада, что у нас теперь такая есть чудесная зона отдыха. Когда можно прийти и утром, и днем, и вечером, когда у кого есть время, возможности. Это замечательно. Теперь это благоустроенное место не только для активного отдыха горожан. Для любителей посидеть, понаблюдать за утками, есть удобные скамейки. Они расположены по всему периметру Чкаловского парка, как уже успели назвать территорию местные жители. И вот, наконец, наша мечта сбылась. Не только один я, и вам поверьте, счастливы. Счастливы здесь все жители, которые... Я столько народу здесь никогда не видел. Вечерами вот дома просто не усидеть. Сейчас настолько все освещено, настолько светло. Не только светло, как бы вот от фонарей на душе, но вот этих чувств, эмоций, я не знаю даже, как передать. Дорожки предназначены для прогулок как пешком, так и на велосипеде. Скаты и переходы удобны для родителей с колясками и маломобильных граждан. По программе благоустройства вокруг Чкаловского озера создали связанный маршрут. Дорожки сделаны из железного настила. Они ведут прямиком вот в этот красивый лес. Вряд ли здесь раньше можно было вот так свободно прогуливаться, а сейчас все условия для вечернего променада. Строительные работы по благоустройству Чкаловских озер близятся к финалу. Уже готовы амфитеатры и пикниковая зона, набережная и детские игровые площадки. Мы здесь часто гуляем с ребенком, вечерами особенно, когда такое красивое солнце. Ну, действительно, здесь симпатично очень все нам сделали, нам нравятся площадки. Вот, ребенку здесь вообще кайфово. Продолжается работа по устройству настила, покрытий и системы освещения. Чтобы решить проблему заболачивания территории, планируется высадить влаголюбивые растения. Но уже сейчас, судя по количеству людей на ежедневных прогулках, Чкаловские озера становятся популярны. Галия Вахитова, Владислав Реус, Щелковское телевидение.